Дело в том, что еще год назад все аналитики предупреждали, что Олимпиада в Сочи станет одним из поводов для нашей оппозиции обвинять эту Олимпиаду во всем, что угодно. Это и хищение, и большие траты, и не случившиеся победы, а если они случатся, то они будут нечестными, и плохой сервис, и плохое обслуживание и так далее. То есть их задача — полить грязью Олимпиаду максимально. Что касается больших трат на Олимпиаду, то можно сказать одно. Мы большие деньги тратим на содержание Каймля или каких-то наших музеев. Мы тратим деньги на поддержание культуры, например, строительства каких-то театров и многих других вещей, на которые можно было бы купить колбасы, сосисок, пиво, все это прожрать благополучно, и у нас не будет никаких символов, никаких больших событий, ничего на свете. Вот логика таких вот сосисочно-пивных людей, которые не ценят ничего великого по-настоящему, она, к сожалению, эксплуатируется нашей оппозиции. Крупные события вроде Олимпиады — это гордость для любой страны. То, что нам удалось Олимпиаду заполучить себе, это тоже очень хорошо. То, что это способствует развитию спорта, это тоже замечательно. То, что это сделало Сочи крупным туристическим и спортивным центром, это тоже вне всяких подозрений. Ну а как закончится сама эта Олимпиада, как она пройдет, сколько медалей мы получим, тут и удача спортивная, и Господь Бог нам, так сказать, дадут ответ в ближайшие месяцы.